Иван Дмитриевич Попанин Ноября 1894 года Севастополь 30 января 1986 года Москва Советский исследователь Арктики Доктор географических наук Контрадмирал Дважды герой Советского Союза Биография Иван Дмитриевич Попанин Родился в Севастополе В семье матроса военно-морского флота Русский, проучившись 4 года в начальной школе Попанин в 1908 году пошел работать На завод В 1914 году был призван на военную службу В 1918-1920 годах участвовал в гражданской войне на Украине и в Крыму С 1920 года комиссар оперативного управления Прикомандующим морскими силами Юго-Западного фронта С ноября 1920 года по рекомендации Р. Землячки назначен комендантом Крымской ЧК Работал также следователем В 1921 году переведен в Харьков военным комендантом украинского ЦИК Затем с июля 1921 года по март 1922 года работал секретарем Ревоинсовета Черноморского флота В 1922 году переведен в Москву комиссаром Хозяйственного управления Народного комиссариата морских дел В 1923 году в Народный комиссариат почты телеграфов Управляющим делами и начальником Центрального управления военизированной охраны В 1923-1925 годах проходил обучение на высших курсах связи После которых был направлен в Якутию в качестве заместителя начальника экспедиции по строительству радиостанции В 1932-1933 был начальником полярной станции Бухта Тихая А в 1934-1935 годах станции на мысе Челюскин В 1937-1938 годах возглавлял первую в мире дрейфующую станцию Северный полюс Научные результаты, полученные в уникальном дрейфе, были представлены общему собранию НСССР 6 марта 1938 года и получили высокую оценку специалистов И.Д. Папанин вместе с радистом станции Кренкелем получили степени докторов географических наук В 1939-1946 годах работал начальником главси в Морпути С 15 октября 1941 года также уполномоченным Государственного комитета обороны по перевозкам на Белом море С 1946 по 1949 год на пенсии по болезни С 1949 до 1951 года был заместителем директора Института океанологии НССР по экспедициям С 1951 года и до конца жизни возглавлял отдел морских экспедиционных работ в президиуме НССР С 1956 года одновременно директор Института биологии внутренних в УТАН СССР в поселке Борок Председатель московского филиала географического общества СССР Депутат Совета национальности Верховного Совета СССР Первого и Второго созывов от Карельской АССР Умер 30 января 1986 года Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище Награда и звание дважды Герой Советского Союза Девять орденов Ленина Орден Октябрьской революции Два ордена Красного Знамени Орден Нахимовой степени Орден Отечественной войны и степени Два ордена Трудового Красного Знамени Орден Дружбы Народов Орден Красной Звезды Медаль за боевые заслуги Медаль вознаменования столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина Юбилейная медаль Экс-экс лет рабочей крестьянской Красной Армии Другими медалями Иностранными наградами Доктор географических наук Контрадмирал Почетный гражданин города Героя Мурманска Почетный гражданин города Архангельска Почетный гражданин города Героя Севастополь Почетный гражданин города Липецка Почетный гражданин Ярославской области Почетный крымчанин Память именем Папанина Названный мыс на полуострове Таймир Остров в заливе Севаш Горы в Антарктиде Подводная гора в Тихом океане Институт биологии внутренних вод Улицы в Москве Юбилейном Московской области Минске, Алматы, Екатеринбурге Севастополе Липецке, Мурманске, Архангельске, Рыбинске, Ярославле, Смоленске, Брести, Виннице и многих других населенных пунктах Научно-спортивная экспедиция В Москве на доме, где с 1938 по 1986 год жил Папанин В 1996 году открыта мемориальная доска Открыт музей имени И. Д. Папанина в поселке Борок Ярославской области В 1954 году в Севастополе ему установлен памятник В 2003 году открыт памятник в Мурманске Открыт музей в Севастополе Школа имени Папанина в поселке Миндяк Следует отметить, что о жизни и деятельности Папанина написано довольно много статей, но отдельных книг о нем издано мало В 1938 году опубликована небольшая брошюра фронтового друга Всеволода Вишневского В 1938 году на его родине, в Крыму, появилась небольшая книжка местного автора Наш земляк, библиография Иван Дмитриевич Папанин Автор научно-популярных книг «Жизнь на льдене» «Лед и пламень» Филателия в честь 90-летей Д. Папанина российский полярник Друг Ивана Дмитриевича С. А. Соловьев выпустил конверты с его изображением В настоящее время их осталось немного Они хранятся в частных коллекциях филателиистов Д. Папанина российский полярник